Сегодня мы будем говорить об очень простой и массовой детали наших городов. Но чья пункция от символа власти и успеха скатилась до склада грязи. Да, будем говорить о балконах. Я расскажу, как простой балкон уравнял бизнесмена и уборщицу, как балконы сделали серые панельки более индивидуальными, да, теперь мы знаем, где живет капитан Джек Воробей, ну, видимо, на пенсии. Ну и, конечно, почему балконы вновь стали роскошью России. И, конечно, мы отдельно поговорим, как сделать наши города вновь красивыми, как растеклить балконы в Сеаруси и как продать эту идею самим жителям. В общем, будет интересно и полезно, жмем лайк авансом и поехали. Балконы, как инженерное сооружение, существует примерно столько же, сколько и сами города. Они встречались по всему миру тысячелетия назад, но имели разные функции. Например, в жарких странах люди спасались в накрытых балконах от палящего солнца, в средние века их пристраивали крепостным стенам над воротами в город для наблюдения защиты, а в некоторых случаях и для справления нужды. Поэтому, если вдруг у вас окажется машина времени, то очень не советую стоять под балконами Парижа 18 века. Плюс, надо помнить, что балконы использовали политики и епископы для обращения к народу. А в арабском мире на балконах за закрытыми узорчатыми решетками женщины могли безопасно проводить время на улице и смотреть на весь мир, оставаясь скрытыми от чужих глаз. В общем, функций было много, и в разных странах и культурах они различались. Но они всегда были местом, где пересекаются частное пространство квартиры и общественное пространство, то есть улица. Да, если помните, в своем ролике про День короля в Амстердаме я показывал тусовки жителей, и самые веселые собирались именно под балконами, куда хозяева выносили колонки и включали музыку. Ну, в общем, с помощью балконов люди взаимодействуют друг с другом последние две с половиной тысячи лет, а может даже и больше, при этом не впуская в дом чужаков. Если же переноситься в Россию, то балконы начали делать примерно с 11 века, и они встречаются даже в тюрьмах. Но назывались они тогда иначе, то есть заборолы, обламы или гульбище. Ух, чувствую, сейчас не накидают комментариев за неправильное ударение, ну да ладно. Главное, что могли позволить такие вот балконы себе только очень обеспеченные люди. Знать, бояре, помещики или самые зажиточные крестьяне. Встречались они редко, ну, потому что и богатых было не очень много. Плюс это тот редкий случай, когда действительно можно сказать, что климат не тот. Ведь любая дверь на улицу — это теплопоттерия. А отапливать дом до прихода центрального отопления было сложно и очень дорого. И еще от снега чистить надо. В общем, проще было не делать. Но все поменялось в 18 веке. Во-первых, балконы начали называть балконами, ну, то есть на модный тогда французский манер. Плюс считается, что одним из первых зданий с балконами был Екатеринский дворец. Его построили как раз в 18 веке, один из архитекторов был итальянец Растрелли, и в каком-то смысле он вновь сделал модными балконы на Руси. Ведь всем хочется быть чуть-чуть, но похожими на царя и придать статус своему дому. Это пересекалось с тем, что происходило и во всем остальном мире. Потому что к этому времени балконы уже почти полностью потеряли оборонительную функцию, как туалеты их тоже уже почти перестали использовать. Зато политики, революционеры и епископы продолжали обращаться к людям именно с балконов. Ну, банально, потому что удобно. Вроде ты со всеми, но при этом тебя хорошо видно, слышно, и ты возвышаешься над толпой в прямом и переносном смысле. Эта концепция, по-видимому, очень полюбилась и русской знати, поэтому балконы прочно закрепились в дворцовой архитектуре. А к концу 19 века балконы стали встречаться не только в столице, но и в городах поменьше и даже в деревнях. Особенно этот процесс ускорился в конце 19 века с приходом в Российскую империю железобетонных конструкций. С ними балконы стало строить намного проще, быстрее и дешевле, хотя они все еще оставались признаком обеспеченности. Даже в доходных домах, где балконы строили довольно часто в те годы, они были далеко не в каждой квартире. И, конечно, такие квартиры стоили дороже. Такая вот привилегия для избранных. 20 век был сложным и многое изменил. Особенно виды функций наших городов. Индустриализация, урбанизация, войны, социальные потрясения и многие другие факторы заставили по-новому посмотреть на город и жителей. На место редких и дорогих доходных домов в стиле модерн и классических богатых усадьб приходит массовое и доступное жилье. Но про балконы архитекторы не забыли. Просто им дали новые функции. Оздоровительную и социальную. Это был быстрый доступ к солнцу и к свежему воздуху прямо из квартиры. А еще через балкон можно было общаться с соседями и, например, следить за детьми во дворе. Даже когда в 1920-х годах строили так называемые машины для жилья, ну то есть те же дома коммуны, из которых убирали почти все лишнее, про балконы не забывали. Например, в одном из самых ярких примеров экспериментального жилья того времени общежития Московского текстильного института вот там, в санитарном корпусе, были широкие балконы, чтобы можно было делать там зарядку по утрам. А еще с помощью балконов пытались разнообразить стерильную архитектуру и придать зданиям в каком-то смысле нотки индивидуальности. Так балконы постепенно стали появляться в домах для обычных рабочих. Но тоже поначалу не везде. Вот, например, два рабочих поселка 1920-30-х годов. Первый — это комплекс домов на Бельмановской улице в Москве для рабочих серпа и молота. Очень простые здания и никаких балконов. А вот построенный в 10 минутах ходьбы от него комплекс для рабочих на Дубровке. Тут уже более сложные фасады и есть балконы. То есть теперь наличие или отсутствие балконов в квартирах не было признаком богатства их обитателей. И там и там жили рабочие. Так балконы постепенно превратились из места, которое возвышает богатых людей над обычными, в место, которое просто связывало частное пространство квартиры и ее жителей с окружающей, средой и своими соседями. В сталинское время в архитектуру вернулась элитарность. Одни сталинки были для рабочих, а другие — для партийной элиты и руководства тех же предприятий. Об этом, кстати, я рассказывал в роликах про застройку рабочих городков Нижнего, Новгорода и Екатеринбурга. Ссылки на эти обзоры оставлю в описании под видео. Заглядывайте туда. В сталинках же на Тверской, что интересно, вообще были черные лестницы для прислуги. Хотя этой самой прислуги вроде как не должно было быть у людей в то время. Ну, строй говорил, что их быть не должно, но они были. Ну и само собой, что такое разделение касалось балконов. Домах для господ их обычно было больше. При этом балконы оставались важной архитектурной деталью, поэтому в одном и том же доме на фасаде вдоль проспекта их могло быть больше, чем внутри дворов. Потому что архитектура проспектов была важнее, чем те же самые дворы. Что интересно, в эти же годы балконы изредка даже пристраивали к старым домам. Например, к дореволюционным доходным домам. И даже иногда достраивали к новым домам для рабочих. Вот так выглядит сейчас тот самый комплекс на Бельмановской улице, который я показывал чуть ранее. Дома надстроили, добавили сталинского декора и балконов. Окончательно же все изменилось после смерти Сталина, когда архитектура перестала быть частью пропаганды режима. А жилищный кризис вынудил Крущеву запустить массовое строительство панельных микрорайонов. Вообще, у меня про это был отдельный довольно большой пост в моем телеграм-канале «Город для людей». Потому что сегодня всех варят сталинки и ругают Крущевки. Но именно же личная политика Сталина с архитектурным пиром на фоне землянок заставила страну, точнее руководство страны, настолько радикально сменить стиль и подходы. Ссылку на пост я оставлю в комментариях. Для многих эта связь сегодня крайне не очевидна. Но она была. Главное же, что Крущевки хоть и строили по логике на качество и красоту не смотрим, главное строить быстро и недорого, но балконы появлялись во всех квартирах без исключения. Здесь, с одной стороны, сыграло роль упрощения. Когда если в Сирии есть балкон, то он есть у всех, потому что в Сирии никто менять не будет. Плюс была еще и диалогия. То есть вернулось требование создавать социально равное жилье для всех, где в одном подъезде жил бы директор завода и его уборщица. Поэтому нельзя было допустить, чтобы у одного был балкон, а у другого его не было. Сосед должен быть равен соседу. Архитектура и политика в принципе всегда взаимосвязаны. А уж в СССР, где у государства была монополия на все, тем более. Балконы уравняли людей, но многие этого не поняли. Короче, самое время поговорить о том, как балконы превратились из привилегии для каждого, склады для хлама. Дело тут, с одной стороны, опять же в советской идеологии. В отличие от богатых промышленников и буржуев, Homo советicus не мог позволить себе расслабленно распивать чаи и погоривать сигары, сидя на своем балконе в середине буднего дня. Да и выходной тоже, ведь советский человек – это рабочий, и он должен работать. А праздный отдых был близок к Лене и порицался. Вот и получалось, что балкон вроде есть, а дышать свежим воздухом на нем некогда. Зато там всегда можно посушить белье, поставить застывать холодец или сложить ненужный хлам. Ну, квартиры-то маленькие, ради экономии из них выкинули кладовые, ну, вообще перестали делать. Вот и получалось, что балкон стал наименее ценной площадью в квартире и превратился в комнату грязи. Так на балконах постепенно появлялись шкафы и стеллажи для лыж и покрышек, и выросли целые поколения людей, которые привыкли к тому, что в каждой квартире есть балкон, а на каждом балконе есть хлам. Эта привычка трансформировалась в культуру, поэтому даже сейчас, если человек берет большую квартиру, даже складовой, и у него нет потребности хранить старые вещи на балконе, то место под какой-нибудь шкафчик или стеллаж он все равно там оставит. С другой стороны, если в оригинале балкон был частью улицы, ну, то есть публичным пространством в рамках личной квартиры, где вы смотрели на красивую застройку вокруг, деревья, людей на летней веранде напротив и так далее, то с приходом модернистских микрорайонов все это ушло в прошлое. Вместо комфортных улиц начали прокладывать подобие шоссе между домами, а дворы стали непонятным местом, потому что вроде это частное пространство жильцов, но они проходные и проездные. Ну, то есть не очень понятно, где граница твоего двора, и, ну, то есть где твой двор, а где соседний. Вот не всегда это понятно, и такое размытие границ ломает наше восприятие пространства и отражается в том числе на балконах. Да и пить кофе или ужинать на балконе выше седьмого этажа некомфортно из-за ветров, хотя ниже этим мало кто занимается, ведь сидеть и смотреть на асфальтовые плацы и перекрикивать своего собеседника из-за шума от машин, ну, то есть приятного мало в этом. Так, вместо ценности балкона как части улиц, у людей возникла ценность в виде застекленного балкона или даже комнаты на месте балкона. Все лучше, чем такой портал в агрессивный город. Такое изменение функции и поведения самих людей потянул за собой трансформацию самого вида балкона, ведь если там хранятся вещи, то их надо как-то оберегать от дождя и снега. Так возник вечный вопрос, стеклить или не стеклить? Ну и тут, наверное, самое время напомнить, что есть лоджия, а есть балкон. Если у дома выступ с одной стеной, то это балкон, а если с стеной три, то это лоджия. Да, еще бывают эркеры, утопленные вглубь балконы и французские балконы, но позволю себе опустить эти детали. Нам сегодня важно, что проблема остекления — это в основном проблема балконов, которые по своему определению изначально открытые. Хотя сейчас, глядя на некоторые дома, сложно это представить. Да чего уж там, иногда даже французские балконы пытаются зачем-то застеклить. Но самое главное, как же мы до этого докатились? В советские годы, когда формально все было государственным, самостоятельно стеклить балконы было запрещено. Все такое могли заставить разобрать самострой и даже выселить из квартиры. Ну потому что частных квартир не было, все было государственным в прямом смысле. И если мы посмотрим на фотографии 60-70-х годов, то даже страшные, казалось бы, сегодня панельки были приятными именно за счет чистых фасадов. И невероятно, но все как-то жили с такими балконами, несмотря на агрессивный климат и другие отговорки. Ха уже начался примерно в 80-е годы, когда государство начало ослаблять контроль над жизнью людей. И люди этим начали пользоваться. После стольких лет вторжения во все сферы жизни, люди хотели свободы и комфорта хотя бы внутри своих квартир. Ну и после коллапса Союза никаких препятствий уже не осталось. Просто было не до того. Так что все запреты быстро забылись, как и то, почему, собственно, они существовали. И очень зря. Ведь запреты на остекление и перестройку балконов были не просто так. Во-первых, обычная балконная плита советского типа после 30-50 лет службы способна выдержать нагрузку примерно там 220 кг на 1 квадратный метр. Обычно не больше. Это максимум, который еще зависит от степени износа. Ведь если строители накосячили с рудоотводом в начале, то плита, скорее всего, будет устывать быстрее. Современные плиты должны выдерживать примерно столько же. Вот только вес остекления примерно 120-150 кг. То есть где-то 60-70 кг постоянной нагрузки на 1 квадратный метр. Прибавляем сюда пару взрослых людей, которые вышли покурить, и все, максимальный вес превышен, и балкон уже может обрушиться в любой момент. И это мы опускаем вес плитки и всякого клама, который может находиться на этом самом балконе. Во-вторых, это инсуляция. То есть сколько солнечного света попадает внутрь помещения. Не будем уходить в историю и как его рассчитывать. Главное, что солнечный свет напрямую влияет на наше здоровье. Так, в 2018 году ученые исследовали домашнюю пыль и выяснили, что в комнатах с хорошим естественным освещением в два раза меньше жизнеспособных бактерий, чем в темных квартирах. Точнее, в темных комнатах. В общем, солнечный свет в квартире это важно. Особенно если вы живете в России, где зимы темные, а в случае Петербурга и Москвы, серые еще и в межсезонье. Ну, хочется свет. Вообще, инсуляция это единственный, пожалуй, профессиональный термин, который так сильно ушел в народ. Но именно народ же и убивает эту самую инсуляцию. Ведь дополнительный ряд остекления, и тем более козырьки и крыши над балконами, мешают солнечному свету проникать в квартиру. Особенно, кстати, снижает естественное освещение грязные стекла. То есть примерно там на 50-70% меньше становится его в квартире. Поэтому, если вы вдруг откладывали мойку в окон, то после ролика можете сразу пойти заняться этим. Только про лайк не забудьте, и подписаться на канал тоже хорошо было бы. Третья же проблема – это нарушение микроклимата. Ведь часто балконы должны пропускать воздух в квартиру. Да, шок-контент, но некоторые щели в окнах и дверях делали специально для вентиляции квартиры. В современных домах застройщики научились делать встроенную вентиляцию, но вот в старых хрущевках роль приточного клапана играли в том числе щели и форточки. А если же балкон затраен, то со свежим воздухом в квартире будут проблемы. Это как минимум выльется в головные боли и плохое самочувствие, а еще в таких квартирах больше пыли и активно растет плесень. Ну, думаю, мы все понимаем, что это плохо. Плесени дома быть не должно, наверное. Четвертый фактор – это хаотичное стекление балконов просто уродует конкретный дом и в итоге весь город. Окна и балконы – это глаза дома, то есть неотъемлемая и, возможно, даже самая главная часть фасада, то есть лица здания. Поэтому любой дом с хаотичным остеклением начинает выглядеть как алкаш с подбитым глазом. Да, я знаю, вы в комментариях можете найти тысячу и одну причину, почему это есть и простой человек в этом не виноват. Хотя спойлер – виноват. Взрослые люди должны уметь нести ответственность за свои поступки. Но самое главное, что у любого из нас есть простое желание жить в красивом городе, потому что красивое лучше, чем некрасивое. Но при этом на бытовом уровне многие делают ровно обратное и за большие деньги, уродая и свой дом, и весь город. Ну и, наконец, если первые четыре пункта убеждают не всех, то есть пятый – это ответственность. Балконная плита находится в зоне ответственности управляющей компании, а вот все, что на ней, и особенно несогласованные пристройки типа тех же самых козырьков или навесов каких-то, которые делают обычно вместе со стеклениями, это ответственность собственника квартиры. И если сосулька с козырька такого вот балкона пойдет кому-нибудь на голову или на машину, то это будет ответственность собственника. Более того, в России даже есть практика, когда за это наказывают. Так, не так давно зимой сосулька с настроенного балкона упала и убила человека на тротуаре и на хозяина завели уголовное дело. И это далеко не единственный случай. Короче, вывод. У нас не тот климат для того, чтобы стеклить балконы. Неожиданно, да? Ну, хотя досмотрите до конца, там еще будет много всего интересного, я думаю, вы это поймете уже серьезно. Но правда есть один плюс, хотя бы там, на мой личный взгляд. Потому что в победившем мире серых однотипных панелек появилось разнообразие, и каждый дом стал чуть более уникальным. Да, я знаю, интернистская архитектура плохо переваривает подобное вторжение, но сам процесс скорее положительный. Я вот лично люблю иногда гулять и рассматривать старые застекленные балконы, пытаясь понять, а что там за хозяин. Ведь часто есть подсказки типа набора лыж, балкона поезда, или балкона в виде носа корабля. Но это не отменяет все вышеперечисленные минусы. Кто виноват, разобрались. Теперь о том, что делать. Главная проблема, что балконы остаются в серой зоне. Вроде часть дома и улицы, но при этом частная квартира. Прямой запрет даже на остекление есть только для домов-памятников. Но их в наших городах с каждым годом все меньше. Короче, сложно и запутанно. По факту многие продолжают забивать на любые ограничения, потому что за этим банально никто не следит. Поэтому мы продолжаем жить в домах с подбитыми глазами, где каждая квартира стеклит и выкрашивает стены балконов на свой вкус. А разбираться с правомерностью таких пристроек, застекленных балконов и всего прочего, вот с этим начинают что-то делать только тогда, когда они на конь рухнут или повредят что-нибудь машину. Тут, конечно, еще можно сказать, что а вот в Грузии или Армении все еще хуже. Но мне все-таки хочется не оправдывать ужас у себя дома плохими примерами, а учиться у лучших. В целом задача моего блога делать города и жизнь каждого из нас лучше, а не искать оправдания ужасу. Поэтому давайте посмотрим на опыт Германии, где много и исторических зданий, и наследия коммунистического режима. Проще говоря, панельчик. Здесь единоличное изменение фасада под запретом. Даже если речь идет о простом панельном доме. Ну, то есть, хочешь что-то воткнуть на фасад или застеклить балкон, делай архитектурный проект на весь дом, согласовывай его с другими собственниками и городом, а после уже приступай к работам. И таких примеров, надо сказать, довольно много. Но это нормально выглядит, и заодно идет укрепление конструкции, чтобы ничего не рухнуло. Плюс каждый из жителей немного экономит за счет большого заказа. Также с кондиционерами. Выноси на крышу или в другое место, которое не будет видно с улицы. Проще говоря, в Германии хорошо понимают, что фасад любого дома – это не только несущие стены, но и архитектура всего города. Поэтому за этим следят и дают по рукам за всякое безобразие. Аналогичное правило существует почти во всех городах и странах Западной Европы. Можно разве что уточнить про Финляндию, где тоже холодные снежные зимы, и в целом климат неотличим от Петербурга. И вот тут, как и в любом северном городе, очень ценят солнце и лето. Поэтому балконы открыты и продолжают служить частичкой улицы в рамках квартиры для попивания кофе, завтраков и ужинов среди зелени. Даже несмотря на 14 месяцев зимы. Просто на зиму многие монтируют безрамное остекление, чтобы меньше убирать снег и не так сдувало. Такое вот остекление не весит так много, плюс не портит облик города, и его можно вешать без дополнительных разрешений. Ну, мне кажется, это хорошее решение. Но нам сейчас интересно не просто как у других, а как самим вновь сделать города красивыми, и чтобы жители при этом не вынесли мэра на виллах из-за растекловки своих комнат грязи. Тут можно посмотреть опыт Ригги, где городские власти потребовали от собственников убрать самовольные решетки, спутниковые антенны, кондиционеры и остекление в декабре 2021 года. Тогда жителям начали приходить письма, где прописывался демонтаж, на это отводили полгода, либо же нужно было сделать единый проект на дом, согласовать его и уже остеклить все централизованно. Главное же, что кнут был не видя ареста, штрафа или демонтажа силами города, например. Нет, людей мотивировали повышенным налогом на имущество. Проще говоря, если не выполнить требования, то налог удвоится и составит 3% от рыночной цены квартиры. Да, в Латвии местное самоуправление полноценное, и поэтому местные власти могут сами определять такие ставки внутри заданных рам. За счет этого можно поощрять хорошие реформы низкой или даже нулевой ставкой, или бить по рукам более высокой ставкой. В нашем случае городская дума приняла решение, что нарушение архитектурного облика переравнивается к ненадлежащему содержанию дома. И поэтому ставка стала такой высокой. В итоге муниципалитету не нужно гонять свою бригаду по всему городу, люди замотивированы чеканом евро делать хорошо, а каждое нарушение не надо доказывать в суде. Но надо признать, что есть и минус, потому что эффект будет заметен не сразу, но зато и социальное напряжение размывается. Ну то есть у всех есть время подумать и взвесить, готовы ли они переплачивать за остекленный балкон или нет. И да, если вы вдруг смотрите меня из Риги, то напишите, как идет процесс. Думаю, всем будет очень интересно. Об этой инициативе, кстати, я также писал у себя в телеграм-канале «Город для людей», когда новость только вышла. Ну потому что в телеграме это делать намного быстрее и проще, и вообще у меня там выходит очень много постов, и контент обычно не повторяется с ютубом. Поэтому не забывайте подписываться. Можете просто вбить «Город для людей» в поиски в телеграме, или же перейти по ссылке в описании. Кроме того, в описании есть еще ссылки на другие похожие ролики и спонсорства канала. Именно спонсоры позволяют мне планировать работу и радовать вас контентом каждую субботу. Плюс спонсоры канала смотрят все выпуски первыми и без рекламных интеграций, что довольно приятно. Спасибо каждому из спонсоров, и напомню, что поддержать канал можно как российскими, так и зарубежными банковскими картами. Все ссылки, повторюсь, есть в описании под каждым роликом. Теперь вернемся в Россию. У нас застройщики нашли другой, довольно оригинальный способ бороться с застекленными балконами. Они просто перестали их делать. Отчасти это происходит из-за привычки людей превращать балконы в склады хлама. Ну, то есть фасад дома начинает выглядеть как говно, и это в том числе бьет по привлекательности новых объектов застройщика. Контролировать жильцов сложно и дорого, поэтому даже в домах, где запрещено стеклить балконы по договору купли-продажи, это, к сожалению, все равно происходит. Так что застройщику проще вообще обойтись без них, чтобы сохранить фасады чистоте. Тем более, что квартиры с балконами обходятся застройщику дороже. Так зачем тратиться на то, что в будущем принесет только проблемы? Кроме того, многие не верят, что балконы вновь могут стать зоной для отдыха людей. Поэтому застройщики в этой ситуации просто начали строить кладовки в подвалах. Это проще, и к тому же их можно еще потом отдельно продать. А сами квартиры по возможности стоят без балконов. Да, пожарные нормы не всегда позволяют такое делать, но там, где от них можно отказаться, от них стараются отказаться. И да, есть при том вот еще такой нюанс, что среди покупателей есть огромный спрос на квартиры с балконами. И что нелогично, то есть многие люди хотят именно балконы, а не кладовки. Но как получают балконы, то превращают их в кладовку. Такая вот странная логика. Но тем не менее, вот, например, по новостям, у Пика еще 5 лет назад всего было 20% квартир с балконами. А среди всех новосроек Петербурга сейчас квартир с балконами примерно половину. В городах поменьше, где есть местные застройщики, многие ушли от балконов к лоджиям и сразу их стеклят. Ну, то есть предотвращают безобразие, но это именно лоджии, а не балконы. Вот и получается, что из-за стремления все складировать на балконах, мы постепенно вообще их лишаемся. И в будущем в России балконы вновь станут роскошью. Вот такой архитектурный откат в царские годы. И тут снова можно было бы вернуться к разговору о том, что вот, ну просто вот с климатом у нас капитально не повезло. Только зима, только снег и ужас, ужас, ужас. Но ведь нет. В других странах с похожим климатом, и даже в более северных городах, девелоперы продолжают строить дома с балконами. Правда, тут еще не забывают, что улицы должны оставаться улицами, на которые можно просто любоваться. И это тоже довольно важный момент. В общем, такая вот история. Надеюсь, среди моих зрителей нет сторонников особого пути, и никто не будет рассуждать в комментариях, что вот климат не тот, не знаю, про норильский еще можно так сказать, хотя балкон там есть, но вот в Сочи вот якобы климат не тот, и поэтому балконы нам не нужны. Да, конечно, нужны. Просто нельзя вырвать архитектурные элементы и застройку из политического и культурного контекста, как и просто тупо запрещать стеклить те же лоджии. Нужно быть умнее и задавать условия, при которых красота города и качество жизни будет важнее стремления хранить зимнюю резину у себя на балконе. Надеюсь, вы с этим согласны, ну и напомню, что алгоритмам Ютуба и мне крайне важны ваши лайки и комментарии. Заглядывайте в описание под роликом, где есть ссылки на мои соцсети и спонсорства канала. Ну и, конечно же, любите города, и до встречи через неделю. Пока.